Задачка для тех, кто мечтает стать программистом и зарабатывать много-много денег. Программист – это не только тот, кто пишет код, это тот, кто думает головой и решает нестандартные, да и стандартные задачки тоже. Вот, собственно, одна из них. Такого программиста-инженера, который программирует кофейные автоматы, ну, все увидели кофейные автоматы, да, стоят в супермаркетах, в магазинах, где-то на первых этажах студенческих общежитий, в университетах, уже в школах ставят кофейные автоматы, да. Вот, значит, программисту сказали, стаканчики любого объема стоят одинаково. То есть, неважно, это маленький стаканчик на 100 мл или большой это стаканчик на пол-литра, стоить он будет одинаково, потому что поставщику так удобно. Сейчас у нас, говорят, кофейный автомат выдает либо 100 мл кофе за 43 рубля, либо 200 мл кофе за 75 рублей. А сделай-ка нам среднюю порцию, чтобы он выдавал. Запрогай так, чтобы кофе наливалось 150 мл, да. Ну, и программист, значит, такой пошел, говорит, сейчас все сделаем. А когда пришел на место, понял, что он не спросил, а какую же цену выставить за 150 мл. Ну, и пришлось ему решить такую непростую задачку. Что у нас известно? Что у нас стоимость 100 мл кофе, стоимость 200 мл кофе в автомате, да. И что стоимость стаканчиков одинакова. Стоимость стаканов одинакова всегда. Не зависит от объема. Так. Ну, что мы теперь будем делать? Во-первых, мы должны понять, что 43 рубля это стоимость не за кофе налитый в ладошки, да. А это стоимость за кофе налитый стакан. Поэтому это стоимость за кофе и за стакан. И то же самое с кофем 200 мл. 75 рублей это мы платим не только за кофе, но и за стаканчик, в который нальется это кофе, так. Ну, и, соответственно, цену нам нужно выставить тоже за стаканчик и 150 мл кофе, а не просто за 150 мл кофе. Так, это вот уже нужно нам понять, это важно, да. Ошиблись бы, не посчитали стоимость стаканчика, и все, в убыток бы пошел хозяин этого кофейного автомата. Ну, да ладно, с этим разобрались. Итак, смотрим, что мы можем сделать с вами первым действием. А первым действием мы можем из 75 отнять 43. Смотрим, что это такое у нас. 75 это стаканчик и 200 мл кофе, а 43 это стаканчик и 100 мл кофе. Из этого вычитаем это, получается, что у нас стаканчики сокращаются. 200 минус 100. Это мы получаем с вами цену 32 рубля за 100 мл. Это вот у нас 100 мл кофе. Пишу специально без стаканчика. И подчеркиваю, что это без стаканчика 32 рубля стоит. Ну, а теперь найдем, значит, сколько стоит стаканчик. Со стаканчиком стоит 43 рубля, да? А без стаканчика 32 рубля. Значит, 11 рублей это стоит стакан. Этот стаканчик бумажный или пластиковый. Дорого вообще-то, да? За стаканчик-то. Ну, да ладно. Задача не об этом. Третье действие. Нам нужно понять, сколько стоит 150 мл, да? Но мы знаем, сколько стоит 100 мл без стаканчика. 32 рубля. Умножаем на 1,5. Потому что 150 мл это ровно в 1,5 раза больше, чем 100. Так? И получаем с вами 48 рублей. Это значит, что у нас такое? Это 150 мл без стаканчика. Ну и последнее действие. Мы просто добавляем к 48 рублям стоимость стаканчика. Плюс 11 и получаем 59 рублей стоимость кофе. 150 мл кофе в стаканчике. Вот такая вот задачка. Ну, пишите в комментариях, понравилась вам или не понравилась задачка. Ну, а по поводу того, что программистам, те, кто хочет стать программистами, нужно учиться решать. Такого рода задачи я не пошутил. Поэтому, если вы хотите отдать ребенка в школу программирования, не забудьте его еще отдать в школу математическую какую-то. Потому что программирование – это не только код, да? Мало выучить код. Надо еще понимать, что вообще делать. Что написать-то? Поэтому ставим лайк обязательно, подписываемся на канал и ищем у меня вот такие вот подобные интересные задачки и учимся решать их вместе с ребенком. Никому, кстати, не повредит. Так что все, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok